Добрый день дорогие друзья, вас приветствует магазин Камуфляшбай. Сегодня мы проведем тест с трехлитровой банкой и с курткой воин торговой марки Гарсинг, которая сделана из нейлона с мембрановой проклеечкой. В обзорах вы наших уже это видели, повторяться не буду. Почему этот тест мы решили провести? Прежде всего, не потому что нам делать нечего. К нам обратились люди и сказали так. Посмотрев наш водный тест с тисками, я их уверяю, что он был проведен абсолютно честно, все было на глаза, и люди засомневались, что когда закручивались тиски, то в момент усиления везьбового соединения, когда губки между собой, то якобы вода вся была отжата и фактически сухая губка прижималась к поверхности губки. Таким образом, у людей возникло немножко, скажем так, такое мнение, что, может быть, прежде чем все прижалось, оно отжалось. Ну, это, конечно, мне на самом деле не так, я вас уверяю, я отжимал губку, я показывал, в каком она состоянии, нагрузка очень серьезная и сильная, которую вы в природе не испытаете, даже во время урагана. Поэтому нам обратились с просьбой попробовать то же самое сделать с трехлитровой баночкой с водой. Тест, который мы делали на ветровлагозащитном костюме, вы его, наверное, тоже можете посмотреть. Вот такой же вариант мы сейчас сделаем и с курткой Воин мембранной. Если на ветровлагозащитном костюме, который без мембраны, просто полиэфирная ткань, мы бы, посмотрев этот тест, видели, что при активном взбалтывании, прежде всего вертикальном, давление усиливается многократно, воздействие на поверхность многократно и вода протекала. Это нормально. Опять-таки я повторяю, это не то, что будет во время дождя, во время ветра и тому подобное. В данном случае немножко нагрузки другие. Исходя из свойств этой ткани, я это делать буду сейчас без всякой подготовки, впервые во мне не должно быть никаких протеканий, никаких, скажем, утечек воды, намоканий, набуханий, потому что эта мембрана, она должна свое дело выполнить. Но в данном случае она должна выполнить. Итак, к самому тесту прислужим. Мы возьмем куртку. Наружная, вот трехлитровая банка наша, боевая. Мы на поверхность положим куртку. Значит, с той стороны нейлон, с этой стороны он проклеен мембраной. Ну, вы, наверное, видите. Я сейчас... Ткань эта немножко жестче, чем обычная, поэтому мне сейчас потребуется определенное усилие, чтобы она была прижата. Самое главное, это мне вот тут прижать, чтобы отсюда не потекла вода наружу. Ну, ткань-то жесткая, поэтому я попробую еще больше усилить. Здесь наша задача сделать так, чтобы отсюда вода не вытекала, а приходился весь напор вот на эту натянутую часть, как барабан. Если это произойдет, то будет все хорошо. Потому что, когда я делал тест с ветровлагозащитным костюмом, я тут не совсем как бы сильно ужал, и определенная часть водички просто вот отсюда потекла вот сюда. А нас интересует именно вот эта вот поверхность. Ну, как обычно, я приготовил салфеточки. Сейчас я постараюсь перевернуть эту банку и поставить ее на салфетку. Ну что, сбору и лист. Есть, да? Ждем. Ну, пока она так стоит, потом мы с вами будем ее болтать, трясти. Я чуть сверху отниму. Вначале дадим так, естественному давлению. Пока вот это, чтобы не было скучно, напомню вам, повторюсь, наверное, уже вам в который раз не помню, что у каждого хорошие вещи, помимо плюсов, есть минусы. Я когда общаюсь с людьми, которые реализуют какой-то другой товар, и все, я постоянно прошу, скажите, пожалуйста, а что плохого в вашем товаре? Люди улыбаются и говорят, нет, вы знаете, у нас только самое лучшее, только самое хорошее. Мы ничего не знаем про плохие свойства, про какие-то недостатки этого товара. Но на самом деле это либо человек, продавец или там профессионал своего дела не хочет говорить об этом, либо он не знает предмета вопроса. У мембран, у всех этих современных тканей, триламинатов и так далее, у них есть ярко выраженные плюсы, ярко выраженные минусы. Это свойственность, прежде всего, основной функции, которой они позиционируются как паропроницаемость, так сказать, теплоотдача, которая идет изнутри наружу, и защита влаги от наружного во внутреннее попадание. То есть у мембраны есть свои определенные минусы, вы это можете узнать, услышать в наших предыдущих обзорах, там, где мы про softshell рассказывали. То есть все надо умело и правильно эксплуатировать, и тогда мы будем максимально добиваться того, в чем позиционируется данная ткань. Ну что, я сейчас встану и подниму. Ну, видим, да, сухая осталась. Ну, она и должна быть. Сейчас начнем. Разбалкивание. Вертикально дадим доступ. Ну, сами представьте, да, такие капли с трехлитровую банку на вас с неба капать не будут. Вот. Перевернем. Я думаю, достаточно. Значит, посмотрим, что мы тут видим. А видим... Да, все равно так. Видите, что сухо. Но, не знаю, видно вам или нет, я вот вижу вот такие, как все равно на глобусе, появление черных пятнышек. Может, вам видно? Я надеюсь. Это нормально. Это естественно. Это показывает, что сам по себе нейлон в определенных местах не справился со своей функцией, но мембрана, которая лежит поверх его, выполнила то, для чего она, в принципе, здесь и предназначена. То есть, куртка «Воин». То есть, куртка «Воин», мембранная основа вполне с заявленным функциям соответствует. Вы можете ее носить смело в дождь, в ветреную погоду, и не опасаться того, что будет ваша спинка, грудь, либо, если пользуетесь капюшоном, голова намочена. Все будет хорошо. Я в этом не сомневаюсь. Пожалуйста, ждем ваших рекомендаций, дополнений. Может, кто предложит какую-то схему с точки зрения физики, дополнительного какого-то исследования. Всем благоразумным советом мы воспользуемся, отреагируем, покажем. В данном случае тест с трехлитровой банкой. Это рекомендация также наших коллег, наших товарищей и ваших тоже, с тем, чтобы посмотреть, как поведет себя при таком избыточном давлении, данная именно куртка компании торговой марки Гарсинг называется «Новоин». Спасибо большое. Ждем ваших комментариев.